здравствуйте дорогие друзья мы с вероникой движемся в направлении мотеля где ее поджидают две подружки пошли сразу три девушки они уже сняли квартиру сегодня и должны были со мной ехать встречать веронику но это у них там затянулось а квартиру них с 1 февраля а сегодня 30 января поэтому они там пару ночей за ночуют и может быть мы увидим в конце нашего пути и подружек и может быть даже номер там где они остановились я не знаю посмотрим вот давайте-ка вероника расскажите нам что вы себе думаете за нью-йорк как там вообще жизнь я я вот в каком в каком ключе хочу ваш ответ вот люди которые нас слушают это в основном не те люди кто живет в америке это люди которые живут где-то еще и во первых просто интересуется америка без всяких далеко идущих планов и значительная часть люди которые хотели бы когда-то переселиться в америку поэтому их интересует города условия проживания работа здравоохранения и системы образования люди вокруг преступность но вот на этом уровне вы же еще и в вашингтоне жили правда вы можете сравнить там один с другим начну с того что я выросла изначально в городе поэтому то есть я уже имела представление о том что я хочу жить в городе и попала я вначале в вашингтон жила там в деревне не в сам вашингтон а в городе в пригороде очень-очень большая деревня и вообще даже никто не знает где на включая американцев подождите по цену там транспорт есть машина у вас была как в этом я пробыла там два месяца и машины мне еще не дали и было мне очень тоскливо без машины поскольку в том маленьком городке это была одноэтажная америка нужно обязательно была машина сам вашингтон мне очень нравится там есть и метро и всякие всевозможные автобусы общественный транспорт ну и также на машине можно ехать давайте вот я вам такой вопрос уточняющий вот в вашингтоне довольно много афроамериканцев правда в штате не штате вашингтон вот именно вот в колумбии дать эти колланды как они работают многие на государственных работах то вообще много государственной работы правда вот вот афроамериканцы которые живут в вашингтоне вот как группа отличаются чем-то от тех что в нью-йорке может быть в нью-йорке там половина в элфире а в вашингтоне там все работают например я я не знаю просто так я думаю ну вот в самом вашингтоне я не могу ничего сказать я там была очень мало то есть я жила в пригороде вашингтон просто приезжала как бы на пару дней как погулять и все остальное структуру образования и работ я не изучила поэтому я даже не могу сравнить его сравнить просто как турист побывавшийся в вашингтоне несколько скажем так недель вот поверхностной пищи я туда несколько раз таки приезжала на пару как бы на один на два дня на неделю но чтобы какое-то впечатление сделать мне кажется может там пожить хотя бы год хорошо там соотечественников наших много есть много да везде и вот я так поняла что в любой штат куда бы не поехать всегда есть какое-то русская тире украинское население большим количеством одноязычников а вы можете по украински тоже просто разбавляет могу и нет ни проблем вообще как бы я на русском вообще харьков в целом такой как русскоязычный город и чу говорят это все пошло от того что когда у нас украинские тоже наш интернациональный язык отправил допустим меня и сестер украинскую школу и мы столкнулись с тем что харькови да что украинский язык как бы преподносился но не было никаких образовательных материалов на украинском это как все книжки были на русском а учителя разговаривали на украинском то есть я извиняюсь в стране который называется украина дети ходит в украинскую школу изучают украинский язык и у них нету что учебник ну вот мое время так было сейчас наверное есть или я вот не знаю как сейчас наше время смешно но кроме математики все было на русском вот математика на украинском и какая-нибудь украинская литература естественно было на украинском вот та же история но очень трудно было найти либо же найти книжки либо хорошие книжки вот и так получилось что мы знаем два языка и народ большинстве разговаривает в харькове именно на знаете о чем вспомнил вот я слушал у меня светлана жена увлекалась в молодые годы вязанием на машине и это было очень прикольно купить ты толком ничего было поэтому если связал себе сам а то еще и шерсть негде было взять это отдельный разговор но не важно в общем купили машину вот машину купить было можно назывался на северянка на по 220 или 200 петель то можно было набрать одновременно ей расчеты делал под какие-нибудь там кружева там или что-то мне тоже нравилось ну и как-то раз мы были в киеве она у меня из киева и литературы не было вот я к чему литературы не было и как-то раз мы увидели книжку на украинском языке по вязанию на машине как раз вот на северянке найди я может быть даже бы и не понял что за книжка если бы не рисунок искать на обложке вот и света год мы как по-украински не прочтем хоть она в общем там и выросла но выгод это специфический тег тягу нифига значит я буду читать вот и и мы ее таки осилили моими усилиями но это был подвиг я хочу сказать это просто вот была книжка на украинском языке по вязанию на машинке и конечно как как с иностранной переводил ну вот родители мои то есть если для меня если мы когда смотрел телевизор я уже даже вот не различала какой язык у меня это все но если меня спросить да я могла вникнуться и ответить но я это это понимала поэтому я даже не обращала внимание а родители мои именно уже только раз говорили на русском и когда украинский какой-то язык они либо же спрашивали как перевести это слово иногда было ну даже вот они горел я не хочу этот фильм смотреть на украинском давайте вот с точки зрения как бы вот девушки там который ну там скажем 20 где-то там да с плюсом вот вы там жили в вашем поколении была какая-то проблема языка ну вот уж я вижу что это политизированная очень проблема и есть какое-то количество больных мест таких исторически больных мест и у украинцев и русских которые живут на украине там были 8 нам говорят что они есть и мы видим что вот была проблема языка потому что это язык язык там что-то такое кого-то притесняли или как-то ну вот может быть в госучреждениях как-то ну я скажу что именно в харьков никакой абсолютно проблемы нет в основном все говорят на русском и хотите на украинском туда если поехать закарпатье это другой вопрос там уже до выездили я ездила и как я пыталась разговаривать на украинском он у меня получался ломаным не менее практики уже дарки коды и скажем люди там разговаривают на очень красивым украинском у них нету не сленга никакого очень просто прям как музыка звучит и мне показалось что немножко если разговаривать на русском некоторые люди как-то так смотрят что ты разговариваешь на русском если твой язык украинский а если вы говорите на украинском но на ломаном нормально относится то в принципе да опять таки я не была не жила там год и не работала чтобы так сказать просто приехали там поход пообщались с местным населением день и все и поэтому а вот большой минус с языком что вот когда я уже уехала все больше и больше начали говорить что украинский это родной язык давайте все будем документы и все остальное делать на украинском но существует большое но что его никто не знает по сути ну как бы грамматический украинский язык не преподавался и поэтому сами переводчики сами государственные службы понятия не имеют как написать какое-то слово и когда им говоришь что вот так вот по всем правилам они просто не пишут и говорят что мы не знаем мы не можем сказать что это было во времена ющенко или уж или потом уже это перед моим уездом ну да это было еще ющенко уже уходил как будто ющенко скажем так то есть это была очень такая непонятная ситуация когда нужно было оформлять документы в ту же америку еще какие-то там справки и вот сестра когда сюда уезжала родители столкнулись с проблемой оформлением документов на украинском то есть то есть они пытались они пытались как бы сделать такой инфорсмент не не подготовив до ресурсов достаточно то есть люди ну как бы закон выпустили вот такой закона что с этим законом делать непонятно вот это единственное было как бы камень преткновения которые я то есть государство умудрялось как-то так напрягать да вы даже сейчас все документы уже делаются на украинском то есть освоили уже больше осваивают как только я уезжала это было как бы только первое нововведение и народ еще немножко понятия не имел что делать и нужно было им приходить и говорить вот так и так нужно написать и подписать ну и соответственно были люди которые шли на компромисс а были люди которые говорили мы не знаем что этот закон такой есть что вот слово это так пишет ничего не будем а вот ваши родители давайте к родителям где живут ну а мама говорит эх плюс на всех тоже к вам поеду она раньше говорила что денег не нравится украина там отдыхать не нравится и что вот эти все взятки и подойдет этим мало пенсионного возраста или рабочих а у неё там свой бизнес и около 60 пенсионерка практически по возрасту а получается да меньше 60 скажем почти а жить на пенсию можно нет невозможно абсолютно скажите все таки как люди живут у которых вот пенсии на которой жить невозможно как живут и даже если зарплаты на которой жить невозможно как ты как это происходит вот если вы в америке кому-то снащите объяснять то сказать а как же если вот нужно там 500 долларов в месяц у тебя только 350 как же ты живешь да то есть либо же дети помогают которые работают либо за границей либо там те кому некому помочь вот так вот и живут ну соответственно это идет от этого не плачения не платения налогов они платили электричества и все остальное якобы государство как-то пыталась помочь субсидиями и там когда ребенка рожают деньги какие-то выделяются но вот сейчас на данный момент в последний год особенно это все урезается ужасно то есть даже сравнить цену на квартиру и все эти счета и пенсию это просто не покрывается хорошо а вот вы упомянули там что вот мама жалуется там взятки а за что надо давать взятку вот ты живешь ты хочешь дать взятку за то чтобы получить чего-то чего тебе не положено или дать взятку чтобы получить тут то чего чего тебя обязаны дать и так ну вот допустим а такой пример я была когда больница уже много лет назад у меня салкутил аллергия началась и там лежала девушка так как нечего дела спрашиваю чего вы тут лежите она говорит а меня все у меня уже все хорошо у меня врач не выпускает я говорю почему говорит по моему он хочет взятку и у меня нету денег но это ее это ее лично это спеть не то что с нее вымогали ну как он не напрямую говорила он говорил что вот благодарность врачу нужно и поэтому она говорит у меня нету денег вы знаете вам еще и рано выписываться вот такой пример дальше взятки как даются за ну я вот там уже пять лет не живу поэтому а вот незаконные допустим приходят люди к тебе в допустим если бизнес есть до приходят какие-то постоянные проверки какие-то и зато заплатить и за все то есть мама говорила про взятки связанные с бизнесом и с бизнесом и на дороге ну как бы на дороге сейчас по крайней мере она и вот мой доверный брат пытаются с этим бороться ну вот на дорогах останавливает полицейский говорит вы нарушили такое-то правило давайте мне деньги вот нужно в этом случае ну вот как они делают очень хорошо знает закон быть уверенным в том что ты его не нарушил что этот перекресток такой-то и тут можно было сделать то что я сделал сказать это полицейскому вот или как бы он уже с этим не поспорит либо ну как бы он иногда вот полицейские начинают спорить этом не говорить я напишу протокол ты вы там все равно неправильно что-то сделали нелегально скажем вымогаю деньги и нужно отстаивать свои интересы вот так вот не давайте взятки а говорите заполняйте протокол мы вот такие вещи как поступление там в институты отмазка от армии это и присутствует да в институт на бюджет поступить без взятки практически невозможно было на экзамен ждать надо тебе что двойку поставить если что вот я живой пример я пошла на бюджетный экзамен ходила на курсы подготовки и мне дали вариант ну я там сильно готовилась и мне нужно было дать математику и мне дали вариант который вообще не решается то есть я его сфотографировал не сфотографировала тогда не было еще таких телефонов я его переписала привезла к учителю этот этот вариант был нерешаем а другим детям далее как бы ну то есть я говорю что сначала я подумала что просто я не догадалась как это решить я понесла профессор у меня мама математик тоже и вот они сказали что его это решение этой задачи нету тут вот значение должно быть другое в этом примере да так вы могли на апелляцию пойти да я могла но я как бы не знала таких мер что так можно я расстроилась пошла на бюджет а потом решила такие опять попробовать на бюджет то есть пошли на на платный ну как бы я на платный там ничего там просто ну как бы не нужно ничего сдавать там просто приходишь и говоришь я хочу на бюджет какой-то формальный экзамен да далее но ну как бы никакого труда только ну как бы не нужно а потом я все-таки попробовала решила попробовать я сказала что я все-таки еще раз попробую на бюджет у нас было две возможности и я сдала экзамен но мне дали такой вариант потому что была спортсменка мне дали уже вариант решаемый и возле меня сидела девочка с моим прошлым с той ошибкой прошлой которую мне было а вот такой вопрос вы чё за спортсменка такая ну тогда когда я поступала я занималась тейквондо это был первый курс можете так ну это я уже потом после первого курса я бросил но раньше серьезно занималась я там ездила на чемпионаты мира чемпионаты европы и все остальное то есть участвовали да и побеждала эти сравнения а потом когда в институт пошла я решила что я девочкой драться не хочу пусть мальчики делаются и пошла в альпинизм так вот лазу ли там один украине вас укрыли это уже якобы не украина и мы ездили на кавказ на кавказе вообще великолепные горы да конечно просто место там глаз не оторвать если до раз поехать не можно влюбиться и уж все вот и как бы так получилось сейчас я немножко даже жалею об этом что институте у нас были такие полезные предметы скажем базы данных да еще какие-то схемотехника а я вот даже схемотехника была да а моя цель в институте было поехать в горы как в советском союзе приучились мне даже была стипендия а я поняла что если хорошо учиться то можно получать стипендию ехать в горы а если еще лучше учиться можно получать повышенную стипендию еще больше и а вот все-таки в логика вашего рассказа то есть первый раз вам дали задачку нерешаемую хоть вы все равно были спортсменка а тогда этого нет не подавала то есть я никому об этом не говорила а потом я подала документы и подала свои дипломы о том что я спортсмен и вот у меня такие достижения так они фактически взяли вас достижениями а вы перестали этим заниматься хорошо так вы учились значит на компьютерные науки а там конкурс больше чем допустим на бухгалтерах учиться даже не знаю бухгалтер вообще никогда не рассматривала как вариант ну например там есть такое было программирование вот она программирование был еще больше конкурс чем на компьютер у меня специалист информационные управляющие системы и технологии вот самый как бы высокий конкурса еще это скажем по моему то ли на втором то ли на третье место первое место было программирование а девчонок внук до программирования нет очень мало так у вас там какое-то внимание к вам было за стороны мальчиков но так это вы там замуж и вышли я здесь уже здесь там в украине у меня был парень альпинист ну не звал замуж звала я еще бы я с первого курса начало альпинезом заниматься и он звал меня мне там ну сколько было 20 даже меньше 19 начало трясти вот я в 20 сколько в 24 года я уехала с украины то есть я рассталась с этим парнем и сюда приехала то есть 24 года я еще не была готова а мама чего говорила давай замуж выходи вновь да нет нет мама абсолютно никогда не лезла в мою личную жизнь как бы никогда не комментировала и по сей день не говорит пора замуж давай не давит на этот вопрос братья сестры есть у вас одна сестра в америке тоже она со школьных лет тут живет в денвере ласточка так вы тут я смотрю как мам мама то таких украинских девчон заражала они все тут но вторая в украине старшая она прилетала в америку по какой-то обмену там тоже в институте но ей не понравилось то есть она вернулась в украину и убиваешь ну что же хорошо а вы как бы здесь как дома уже или не очень уже это уже как бы как говорится я дома ответ у тебя везде дом в какой стране я езжу украину периодически вот примерно у меня там друзья и мама как когда последний раз вот только только слушайте нет ощущения опасности или есть вот ли когда едешь когда вот в самолете летишь там не может в поезде едешь там видно как вы от киева добрались до харькова в транспорте самолете и водители единственное что это вот такой показательный пример я ездила на поезде потом на маршрутке с киева несколько раз харьков один из случая в маршрутке я села на переднее сидение и спрашиваю как мне тут пристегнуться дело с ременью он сказал а что помолитесь и поедем если не нравится выходим то есть ремня безопасности в принципе нет я не имел ввиду вот эту безопасность я имел ввиду связанную с вооруженным конфликтом еще это не показывается и в киеве то есть я не встречала ничего такого что с военными никакими действиями но тут нет роста преступности бандитизма ограблений есть как бы слава они меня обошли стороной и ходя по улице просто тогда мне не очень чувствую себя в сохранности скажем так а вот в сознании людей в психике есть какое-то давление какая-то ну тяжесть какая-то подсознательно что-то происходит все-таки они живут стране чтобы что там мне кажется что есть у них агрессия вот агрессия которая навеяна тем же телевизором и новостями всем остальным и они получаются настроили людей против самих себя и встречается на улице и как бы люди там не культурно выражаются раньше такого не было наверно было может быть не так много я как агрессии тоже меньше было заметно агрессии может быть я просто жила в своем кругу людей там лазила свои поры там по стенкам этим всем как бы у меня большой круг друзей которые занимаются спортом и альпинисты они спокойнее поспокойнее они в политику как бы если лезут улезут без может быть вы знаете после америки вам кажется что в сравнении то есть более обостренное может я вот когда приехал в америку я не ездил украину куда скажем по-моему два два с половиной или три года не ездила и тогда у меня был немножко шелка шок от того что вот нету вот какой-то такого ощущения что если что-то случится кто-то поможет ну вот мне кажется что вот если нету знакомств каких-то там в полиции где-то еще то может у меня друзей так далее посадили в тюрьму и просто били до тех пор пока они не признали что да я обыграл тут такой-то там на самом деле они ничего не делали то есть моего брата двоюродного также начали преследовать и какие-то постоянные там штрафы говорить что вы сделали то вы сделали все нам на его машине знакомый не вмешался не сказал оставьте его в покое как бы вот такие моменты присутствуют это очень как бы грустно разбит такое общество неправовое так скажем беспредел да то есть если тут на полицию есть еще там какая-то санкция полиция то есть есть управа полиция в суд также у меня девочка была адвоката раньше очень хорошим причем а потом она это все дело бросила и сказала что мне делать тут нечего мне закон знать не нужно то есть как бы не выигрывает тот кто знает закон выигрывает тот у кого больше денег и знание закона абсолютно не помогает просто там для формальности можно его высказать деньги решают нам все взятки решают скажем в суде и суде то есть она занималась какими-то коммерческими случаями да то есть по бизнесу понятно ну что же ладно давайте мы сосредоточим сейчас уже на дороге мы скоро подъедем вот и спасибо за беседу и я надеюсь ребятам было интересно вот в случае мне так точно интересно я далеко живу мне любопытно счастлива